Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича. С вами снова Илья Механик. А также огромный привет подписчикам на Вагнерленде. И это пятая серия видеоряда Перекличка. И в ней мы поговорим о мопеде Ява 50 тип 05. Данный мопед выпускался в Чехославском городе Павашская Быстреца с 1963 года по 1966 год. И был по факту очень модернизированным мопедом Ява 555. На Яве 05, как вы видите, применена скотированная капотировка. По факту микромотоцикл этот, как он писался в литературе, англоязычный, зачастую назывался скутером. Из-за своих вот этих облицовок специальных, которые защищали наездника от грязи. И помните, в середине 60-х годов, даже в начале 60-х, очень большой был спрос на те же скрутера и мотороллеры. Пройдемся по двигателю. Двигателю Ява 05. В отличие от своего предшественника Ява 555, Ява 550. В двигателе Ява 05 был 50-ти кубовым, с диаметром поршня 38 миллиметров, ходом поршня 44 миллиметра. И развивал уже 3 лошадиных силы, благодаря новому карбюратору ИКО 2915 с увеличенным диффузором до 15 миллиметров. Получил новый цилиндер с алюминиевыми ребрами охлаждения. На предыдущей модели был полностью чугунный цилиндр. Коробка и картер остались теми же самыми. По-моему, поменялась катушка зажигания, хотя у меня может быть неродная. По впуску фильтр простейшей конструкции, как вы помните металлический, был заменен на фильтр с глушителем впуска и бумажным сменным элементом. Бак с этой части рамы, где сейчас находится фильтр, передкочевал под сидение. Был под наездником, как говорится. В этой части мопеда уже пропал привычный бардачок. И, в общем-то, нужда в нем отпала, так как концерн решила отказаться от звукового сигнала постоянного тока. Перешли на звуковой сигнал переменного тока. Вот он должен был располагаться здесь, но у меня его, к сожалению, нет. Рама. Как вы видели, рама сделана из квадратных труб. И на них уже навешивались декоративные капоты, подножки, которые придавали красивый внешний вид этому мопеду. Передняя подвеска, как вы видите, была телескопической, механической. Там гидравлики не было, были обычные стандартные пружины. Задняя подвеска была маятника с двумя гидравлическими амортизаторами. Колеса применялись размерностью 2,75 на 16, как спереди, так и сзади. В колесах устанавливались барабанные тормоза. На данном мопеде привод спидометра, в отличие от отечественных, производился от заднего колеса. Сидение было двойное. Поэтому даже на некоторых видео той эпохи, кстати, есть одно интересное видео в черно-белое, с ходовых испытаний этого мопеда, самого завода, где двое человек прекрасно ехали на этом мопеде. Данном мопеде развивал скорость по техпаспорту 60 км в час максимально, но, как говорят некоторые владельцы их на форуме, можно было его раскачать до 70. Привычный для пионеров спидометр, который работал в обратную сторону здравому смыслу, к советскому мопедисту, имел крайнюю отметку 80 км в час, что по стандарту говорилось, что 60-65 км это была максимальная скорость данного микро-мотоцикла. Электрооборудование на тот момент составляло 6-ти вольтовое, переменного рода тока. Как я уже говорил раньше, на этой модели уже отказались от аккумулятора, который запитывал лишь габарит и стоп-сигнал. Все напрямую запитывается от генератора, он был, к моему, увеличенной мощностью. Катушки уже другие применялись. Сигнал переменного, переменного тока звукового сигнал был. В общем, это простая конструкция. Данный мопед был куплен мной в 2012 году совместно с моим другом. Я купил 555-ю Яву, а он купил эту 05-ю. В итоге, сказал, она мне не нужна и зимой перепродал мне ее. Это Ява 05-1966 года. Шильдик родной. Кстати, вес мотоцикла составлял 65 килограмм. Пытаюсь сфокусироваться. И развивал он 3 лошадиных силы при 6000 оборотах, как видно на шильдике. Конечно, состояние его тоже было подуставшее. Видите, выбивающиеся из общей цветовой схемы подножки, которые я в дальнейшем докуплял. Вот этот декоративный кожух один из самых редких был и был найден там за 150 гривен я его, по-моему, купил. Передний клюв и фара. Клюв родной. Вот фара уже в Артемовске, по-моему, была докуплена. Точно не помню координат, где я ее докупил. Тоже заменена. Этот двигатель был приобретен в Харькове вместе с рамой Карпаты. Я на нем доехал, там, по-моему, 4 километра смог проехать. Дальше я толкал все Карпаты по Харькову и отправил вместе с мопедом сюда. В 2013 году и этот движок был перебран и установлен на этот мотор. Он допускался, потом опять долгое время стоял в гараже. Сейчас из-за отсутствия бензина я его запустить не могу. А многие хотят и просят, чтобы я что-то запускал на камеру. Но, к сожалению, нет. Как по мне, Ява 05 очень удобный микромотоцикл. Не будут нормально поснимать? Как по мне, Ява 05 очень удобный микромотоцикл для каждодневных поездок и для недалеких туристических прогулок. Так что всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь и ждите следующую шестую серию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!